сегодня у нас 1 марта 2019 года у нас идет снег опять блин вчера гуляли мне казалось то что все снега больше не будет так дорогу вчера чистили хорошо смотрите прям прочищены все полностью вчера я показывала во влоге она прям большая дорога была такая классная можно было разъехаться и добавку нас нет тротуара там что-то кусочками какими-то небольшими то вполне возможно что можно было людям просто ходить по дороге и у нас идет снег наши лучки ну естественно не смотреть смысла нету спустя наверное неделю только может быть что-то думать хоть я их туда задвинула потому что дима тут уже лазит все пытается доставать тут у нас хлебница вот то что тут как-то расстояли сухарики он из себя их опрокинул ничего уже ставить нельзя здесь у меня кипит каша диме а здесь я буду варить суп вчера как вы помните я фарш купил у меня будут ежики из говяжьего фарша из куриного не знаю посмотрим он без куриные котлетки ну да вот куриные котлетки либо нибудь на пару либо в духовке не знаю пока еще не решила может быть даже наверно на пару потому что пару прям обалденно невкусные тем более у меня там получилась кило 300 я хотел взять килограмм но осталось там совсем капелька я говорю чё же она будет это капелька мучиться давайте это без разницы я так и так заберут после ну хорошо забирает а мне тоже хорошо так сейчас я покажу смотрите мне сейчас вот так вот нет она димина каша вчера у меня была моя бабушка она купила так и вот копья 5 злаков овес ящмень пшеница рожь и кукуруза принципе все это можно купить по отдельности не знаю сколько это стоило варить пять минут там уже варится вот здесь меня пол были же с вами покупали в отрадном и рис шелька все пока лежит вот так вот у меня буду скоро все перекладывать ну не все у меня будет поменьше я думаю специальные не контейнера так и специальные банки для сыпучих вот сейчас меня их только там две вот еще и экспресс еще куплю чтобы у меня все красиво как положено здесь уже где-то 5 минут варится ребенку-то надо чтобы она была помягче немножко вот в отрадном прям продается очень много таких всяких каш всякие крупы кукурузные тут вообще мало видно в основном здесь наверное геркулес какой-нибудь еще поэтому когда покупаешь по отдельности отдельно то есть пять штук вот их собрать по отдельности и можно взвесить самим сделал также 5 каш ну посмотрим понравится ребенка в следующий раз вот рано мы идут где-то поискать она получается у нас уже готова крышечкой здесь у нас часа будет вариться рис заранее свалю рис один уже в принципе покушаю накормила смесью вот думал что у нас каши есть но захожу на кухню вижу две большие кастрюли пустые мытые стоят вы поняла то что муж ушел на работу и покушал кашу значит с утра вот ну хорошо что покушал зима как раз свеженькую поезд попозже немножко вот где-то ближе 12 к часу где-то к обеду наверное поближе покушать эту кашку немножко остынет вот пока она будет остывать я наверно сейчас займусь уже уже закипела у меня весь никогда но в принципе никогда никакие каши не не перемываю такое время что в кашах не содержится никакой мусор так перемешали все ждем пока она закипит у нас уже начинает булькать пока там кипит кто-то там едет опять снег больше я думал уже все думала все сейчас уже растает этот снег уже думала весна все я помню как-то один год не один может быть два или когда-то очень давно 8 марта было довольно тепло выходили в легких уже курточках один раз я даже помню шортах вышла майки шорт было реально очень жарко вот этот год я грамм один помню наверное еще в школе училась пеночка воды много не привычка осталось что надо много воды наливать давайте посмотрим что у нас там нижний ряд у нас пустой тут у меня бабуля вчера побыла конечно все тут разобрала все у меня тут поперебрала пока я занималась этой микроволновкой не вчера пачка масла я так масленку я кстати не кладу тут у нас вот она принесла брукли будем варить попозже йогурт какой-то а еще какой-то у него йогурт а тут творог а тут йогурт какой-то это вот он с бабушкой отдыхал папиной линии вот она ему все накупил мы уже не особо честно говоря покупаем такое а еще стоит тут ряженка ряженка это мне для говяжьего фарша я туда добавляю не яйца ряженку вот они наши да мне сейчас вот появилась идея что может быть часть отложить его то фарш или наверно мне кажется лучше приготовить котлетки и отложить как это хочу сразу приготовить наверно побольше начнут с этого пока полежать моего которому купили я отправил морозилку пока она и была замороженная правила и пусть пока полежит там тут хорошо это удобно пока ты находишься вообще очень долго много лет я уже рассказывал я запотела много лет уже готовил много лет года 23 наверно последние я уже готовлю только в мультиварке и супы и у меня мультиварки были каши не казалось это так удобно не значит однажды приготовив кашу просто в кастрюле это занялось всего 20 минут моего времени пока тут 20 минут все равно на кухне либо кушаешь там либо убираешься и тем временем просто твоя каша готова ну а то мультиварки конечно ну и заложью и уходишь занимает 2 порядка около часа 40 минут каши готовится и разогревается она там где-то минут 20 что я даже не знаю по разному когда действует 15 когда 20 видимо сколько энергии подает у нее там сколько не занято столько она нагревается вот вот и и супы тоже было как-то там удобно хотя последний раз по маме я готовила суп уже в кастрюле что-то мне было линии заставать хлебопечка стоит а внизу мультиварка технику я все отправила вниз снизу ее доставать удобнее чем допустим с навесных шкафчиков но на самом деле если честно у меня они почти полу пустые все кстати микроволновку я починила отдельный влог будет на эту тему покрасила вот там сверху не знаю почему то пятна какое-то пятно тут странное мыло мыло конечно не так домыло ее но тем не менее чем что здесь было стало гораздо лучше вот сейчас я пытаюсь сделать чтобы эта лампочка перегорела потому что снять у меня ее не получилось она летая то есть полностью продается с проводами вот не откручивается короче она вот я думал щипцами ее сломать но думаю вдруг всю систему поврежу все равно я в этом не разбираюсь не знаю как это что это хотел отрезать провода думаю тоже ладно не буду вдруг вообще вся микроволновка сломается кто ее знает вот ну решила что должна она когда-нибудь перегореть я так думаю потому что мама микроволновка тоже как то она лампочка перегорела очень быстро мы буквально купили через неделю наверное уже сгорела лампочка где-то прям очень быстро на микроволновке уже очень очень много лет она старше вот этой даже ну мама сейчас редко ей пользуется мама всегда вот так же вот дверца открыта и за счет этого то есть если где-то осталась мокрота она высыхает а так там все герметично она просто ну может быть нет не совсем герметично но начала ржаветь ну мы ее покрасили с вами вместе с вами кстати красили да это будет тоже отдельный ролик вот это вот заглянуть туда вот но я пока крышку оставила потому что на тот случай снова сломаете чтобы не тратить время опять все это не откручивать посмотрим насколько ее хватит если все хорошо будет тогда закрою ее потом я думаю надолго должно хватить обычно если я что-то ремонтирую то это хватает надолго вот ну без опыта я да без опыта отремонтировала микроволновку не знаю шею так ну ладно покажу вам потом когда он уже сварится потому что он еще остудиться должен будет тоже а то у меня весь фарш сразу поджарится от него ну вот наши котлетки говяжьи поджарились немножко как я люблю опять бульончик снова ну муж у меня любит бульончик хлебушку там дамакивать вот они что-то между собой я смотрю они чем-то перепрялись как будто каким-то как когда вот знаете жарит там тоже что-то вытекает такое на мозги похожие такое закрученное что-то такое мягенькое вкусненькое вот здесь тоже оно в принципе вот оно вытекло поджаристые хорошенькие вкусные продержала где-то минут сорок наверное даже побольше я потом выключила они еще у меня стояли тем временем пока я вот лук резала скорее надо было нарезаться потому что негде вот все убираешь со стола и здесь все лежит конечно там немножко у меня прибрато уже ну вот видите там банка сушится посуды навалом здесь тоже здесь у меня специи их надо будет буду для них кстати делать отдельные баночки потому что у меня всегда были они в мешочках вот а как бы перед переездом и вот после переезда они тоже покажется еще в мешочках тут и мак виднеется вот в мешках очень неудобные я буду делать сама самостоятельно потому что купить я не смогла найти которые мне нравятся все какие-то не очень они буду делать сама возможно вместе с вами тоже будет в отдельном ролике вот и вот наши котлетки вот здесь у меня кстати рис из риса я хочу сделать небольшой салат посмотрим сейчас что я найду что где у меня есть и тут у меня плов делается здесь у меня компот стоит пока не хочу ставить в холодильник потому что здесь мне надо перебрать все оно будет холодное ледяное чтобы тоже время не протух а Диме как раз кашки и потом я буду делать другой свеженький компот посмотрим сегодня завтра не знаю вот так вот у нас снег идет дети там резвятся ну вот наши куриные котлетки с куриного фарша получились такие они безумно вкусные вот я уже покупала у них куриный фарш он очень-очень вкусный вот в принципе у нас в Самаре не везде можно найти вот говяжий фарш да он везде вот до этого я только говяжий покупала он тоже очень-очень вкусный я всегда беру именно там потому что там реально он очень вкусный они без добавок они напрямую им там привозят мясо они сами разделывают и уже в течение многих-многих-многих лет я там покупаю у них и даже сейчас переехали и живем чуть подальше от них чем жили например вот но стараюсь именно там покупать всегда мясо потому что у них оно и дешевле поскольку напрямую привозят им мясо то есть не перекупают они нигде вот и естественно там вкуснее ничего такого не добавляют потому что я пробовала покупала фарш говяжий в другом месте он совершенно другой вкус он какой-то безвкусный какой-то просто там что-то мясо не знаю даже как бы непонятно из чего вообще сделал вроде мясо, фарш ну вот у нас наступил ужин такой плов а лук все равно пропарился пока ждал плов в свою очередь ну ничего так пусть будет десерт и Женина сверху я залила бульончиком из-под котлет он любит так вот здесь десерт на него я отдельно сделаю как я его делала что там как там отдельно будет ролик попозже ну очень-очень вкусно я уже попробовала вот но вкусно он сразу свежего только сделала и съела вкус мороженого напоминает когда уже полежит немножко уже не настолько вот на сегодня это все с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока 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 не забывайте